МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В Москве 15 часов, я знаю точно, что сейчас у нас смотрят те самые люди, которые предпочитают птицам и весеннему солнцу размеренный шум системы охлаждения процессора. Это наверняка. Поскольку мы в интернете, в эфире, времечко в интернете. Меня зовут Дима Мартынов. Мы сегодня поговорим о кибернетических войнах. О тех, которые существуют в реальном времени, в принципе, и в реальном пространстве, несмотря на то, что оно виртуальное. У нас в гостях, представляю сразу, два очень солидных человека, несмотря на то, что без галстиков. Да, Денис Самохин, проект-менеджер Киберфайт.ру, портала Киберфайт.ру. И Дмитрий Кузнецов, руководитель проекта Киберфайт.ру и менеджер команды Тим С-58. Для тех, кто не знает, мы сейчас обо всем этом расскажем. В общем, знакомьтесь, хотя многие, я думаю, из тех, кто смотрит нас сейчас, знают их прекрасно. И знают, наверное, по собственным поражениям, я так полагаю, да? Поскольку все эти кибервойны приобретают все большую популярность во всем мире, и проводятся чемпионаты, один из которых сейчас на 5-е число планируется в Москве. Я тут почитал на одном из порталов. Так это или не так? Да, будет чемпионат непосредственно. Но самый крупный намечается в ближайшее время в Голландии. И вы на него собираетесь? Безусловно, безусловно. Чемпионат по какой игре? Это будет чемпионат по нескольким дисциплинам. Counter-Strike и Quake 3. Непосредственно Quake 3 наша команда представит дуэльный состав. Дуэли игры один на один. Поедут лучшие из команды C-58. И будут представлять фактически Россию. По той причине, что C-58, команда портала Киберфайт, это первая команда, которая реально представляет не только Москву, а Россию и регионы в частности. Хорошо, давайте о Киберфайт. Сайтов в интернете полным-полно. Порталов, страниц, всего чего угодно. Найти можно, я даже не знаю, чего нельзя найти в интернете. Но как бы это уже другая тема. Сам портал, да? Мы, естественно, давали анонс, и ребята повесили у себя на странице. После анонса вот этого сегодняшнего мероприятия нашего в интернете пришел уже вопрос заранее. Хотелось бы узнать отношения создателей проекта к своим конкурентам. Например, к российской лиге киберспорта RCL, да? Да, RCL.RU. Проводящий регулярный чемпионат по Unreal Tournament. Дима. Ну, как бы они не являются нашими конкурентами. Почему? Почему? Потому что мы делаем общее дело. Мы продвигаем киберспорт в России. И скорее мы их рассматриваем как партнеров. И планируем провести пару акций. А они вас рассматривают как партнеров? Да. То есть у вас уже контакт, связи? Да, конечно. Мы постоянно общаемся. Ну, первое, что мы делаем, это мы регулярно участвуем. Наша команда C-58 регулярно участвует в турнирах, которые проводят этот сайт, этот портал. В дальнейшем мы планируем сотрудничать с ними как спонсоры. В общем, плотно присел киберспорт и в нашей стране, наконец-то, да? В смысле? Да. То есть есть ряд заинтересованных лиц, которые хотели бы видеть в России хорошее развитие. Вот это что? Объясните мне. Сейчас этот интерфейс Киберфайт.ру. Это ваш? Да. Киберфайт. Полезность. Давайте начнем с того, что Киберфайт вы сделали для чего? Этот проект, его цель – развитие киберспорта в России и во всем мире. Здесь есть как английская версия, так и русская версия. То есть у нас практически все новости, все статьи переводятся на английский язык для англоязычных посетителей. То есть к нам заходят также из-за рубежа наш сайт. И цель этого проекта – полное освещение киберспортивных событий, которые происходят в России и во всем мире. Фактически на этом… Мы все не игроки в прошлом. Да. И в настоящем, наверное. Ну, скажем так, игрой мы сейчас занимаемся на любительском уровне. У нас есть команда, которые действительно профессионалы по этим играм. У кого самые острые рефлексы? Там на самом деле… Школьники, студенты, да? Да, получается, что как бы игроки профессиональные, которые вот входят в основном в команду C-58, они начинают свой игровой путь с где-то 14 лет. В 14 лет проявляется первое увлечение игрой. И фактически тут сказывается реакция. Потому что все игры, характер которых – это 3D-шутеры, они требуют очень четкой координации и хорошей реакции. Как известно, реакция, в основном зрительная реакция, наиболее хорошая у игроков и у людей в молодом возрасте. Поэтому селектинг команды, он проводится в основном из молодых игроков. Также с учета того, что профессиональный игрок, он как бы должен играть в определенный момент своей жизни. И чем старше становится игрок, тем более у него в жизнь его захватывает. А может быть скучно стало уже, как бы, подзрослев, играть во все эти игрушки? Не скажу, не скажу. Я до сих пор борюсь, например, со своим азартом, чтобы не сменить, так скажем, тронки менеджера на непосредственно кресло игрока. По той причине, что все время тянет, и все игроки – это азартные люди. И очень хорошо, кстати, что этот азарт воплощается в компьютерных играх, в компьютерных противниках. И реальный приток адреналина идет именно оттуда. Хорошо, мы говорим киберспорт, киберспорт, да? Ну, где тут спорт? Спорт – это бросать молот, да? Я не знаю, там, дзюдо, ну, вот так, по большому счету, да? Вот олимпийские виды спорта, такие классические. Нормальные виды спорта – бокс, в конце концов, да? А киберспорт? Ну, вот ты сидишь, у тебя компьютер, как бы, собственно, там, несколько кнопок. Чего в этом спортивно? Ну, понятно, игрушка. Ну, хорошо, интересно. Ну, стреляешь, да? Ну, как бы, можешь, конечно, можешь, как бы, испытать поражение, не одно причем. А спорт-то в чем здесь? На самом деле, спортивность всего происходящего, она, как бы, ну, непосредственно для нас, она делится на две ситуации. Первая ситуация – это то, что чувствует игрок, непосредственно играя. Вопрос вот такого характера. Игрок, который играет, он идет на результат. Спорт – это, прежде всего, результат. Результат, который важен для игрока, как для спортсмена, что очень ярко выражено в киберспорте, игроки очень ратуют за хороший результат. И, ну, фактически на олимпийском уровне уже. И также для зрителя. Со временем аудитория зрителей, именно киберспортивных мероприятий, она будет очень широкая. И зрители, которые сами не могут участвовать ни в боксе, ни в футболе, они же, ну, они будут смотреть то, что им интересно. И сейчас очень большая аудитория не киберспортсменов просто смотрит для удовольствия, возможно, даже красоту игр. Красоту игр, то есть, практически приближая их к спорту. То есть, ты фактически пророчишь киберспорту в олимпийской будущей? Да, я думаю, что можно так говорить. Причем у нас есть определенная информация, что все к этому движется. А какая информация? Ну, например, в ближайшее время в Москве будут проведены отборочные игры к олимпийским играм, киберспортивным пока олимпийским играм, которые пройдут в Корее. Ситуация такова, что корейцы, они очень твердо настроены на то, чтобы киберспортивные олимпийские игры получили статус олимпийский. Ситуация такова, что на данный момент киберспортивные игры имеют лишь три колечка. В 2005 году они планируются быть пятью. То есть, корейцы сейчас ведут плотную подготовку к тому, чтобы, в общем, к Олимпиаде, в конце концов, получить официальное разрешение, там, как бы, аккредитацию, да? Ну, они хотят получить разрешение на появление определенных видов киберспортивных игр в сетке Олимпиады. Ну, у них же была ситуация с тэквондо. Они ее, как бы, реализовали. Сударственная политика, которая была реализована, просто в том, что они продвинули свой национальный вид борьбы, как олимпийский спорт. В общем, есть. В этом правда какая-то. Ну, а вы как с ними надеетесь, получится у корейцев сделать киберспорт, как бы, реальным олимпийским состязанием? Ну, вот ваше мнение. И нужно ли это? Нужно или нет? Безусловно, нужно для того, чтобы появилось, наконец, что-то, что могло связать будущее, которое так или иначе является будущим молодежи. Интернет и компьютер – это составная часть будущего именно молодежи. Вот. А именно на молодежь рассчитаны Олимпийские игры, чтобы они к чему-то стремились. И это не обязательно лишь физическая нагрузка. Шахматы также являются видом спорта и, насколько мне известно, олимпийским. Но люди там напрягают, скорее, другие мышцы. Мышцы своего разума и также… Ну, согласен. В шахматах есть логика, да? Есть логика. Поверьте мне, в Quake есть тоже логика. Один неверный шаг игрока на карте, помимо того, что он прекрасный стрелок, прекрасно знает, какое оружие нужно ситуацию употребить, он сделает неверный ход, не вовремя придет на определенную точку. Игрок считает во время игры как минимум 4 или 3 девайса, то есть непосредственно оружие и армор, то есть снаряжение, которое появляется на карте. Он сделает это не вовремя, враг подстережет его и поражение не минует. А, в общем, я думаю, почему мне всегда… Поверьте мне! То есть игра, фактически, это снаряд. Игра – снаряд, а отношения друг с другом выясняют люди. Поэтому эти игры получили такое расстроение во всем мире. Хорошо, давайте об играх. Новое поколение Counter-Strike, да? У нас есть видео ряд, насколько я понимаю? Мы можем посмотреть сейчас, да? По Counter-Strike у нас есть, насколько я знаю, фрагменты, игровые фрагменты, непосредственно так называемые скриншоты. Так, вот это что? Давайте. Это скриншот, насколько я понимаю, Quake, да? Это Counter-Strike у нас на данный момент. Он, так скажем, представлен, насколько мне видно уже сразу. Я человек, который чуть-чуть поиграл в эту игру, хотя не приверженец, сразу скажу. Это скриншот террориста, который имеет уже неплохие средства, чтобы купить себе хорошее вооружение. На данный момент на скриншоте как раз отображается, что ему перевела сенная сумма за то, что он только что выполнен миссию. Оружие называется 4-2. Ну и как бы он готов к труду и обороне. Я наблюдал, что террористы обычно пользуются автоматами Калашникова. И выглядят, и все они такого арабского вида. Это, так скажем, террористы. Ну, в любом случае, как бы каждый себя представляет плохим и хорошим. В общем-то, все это зависит, когда не на профессиональном уровне, а от того, каким себя игрок чувствует в жизни, и каким он хочет, какие эмоции он хочет выплеснуть в сеть. Непосредственно на своих компьютерных оппонентов. Да, террористы – это некие монстры. Монстры, поэтому изображение террористов в игре Counter-Strike, оно несет с собой такой зловещий характер. И Калашников, ну вот, например, очень по душе пришелся всем российским игрокам. В любом случае, очень многие играющие за другую разновидность, за контртеррористов, его используют благодаря тому, что в ближнем бою он просто незаменим, а можно научиться из него стрелять в игре так, что и в дальнем бою с одной. Калашников – это же вообще классическая. Это классика, да, это классика в черт. А вот, кстати, его технические характеристики, допустим, в том же Counter-Strike, они насколько соответствуют реально? Он хорош вообще в сравнении со всеми остальными? Он хорош, но если брать оружие, как с точки зрения характеристик, которые можно назвать техническими, то он хорош лишь для ближнего боя. Однако, существуют уникумы, как и в жизни, к сожалению, так и в игре, которые используют его по назначению, например, для снайперской стрельбы. Тут все зависит от того, как человек применяет это оружие. Как и в реальной жизни, так и в компьютерной. Создатели мода Counter-Strike, насколько я знаю, заявили реально о том, что они приблизили оружие по максимуму, по характеристикам ведения огня. Хорошо, вот такой вопрос. Олимпийские игры, ну, вообще, они олицетворяют собой какое-то состязание, да, без жертв. Ну, даже фехтование, в любом случае, да, то есть, как бы, какое бы ни взять, ну, даже Тайквондо. Все равно есть правила, запрещающие, там, наносить какие-то сильные травмы, да, сопернику. Там, не наносить таких-то ударов. Вот мы сейчас смотрим Counter-Strike, да. Основная задача любого, ну, как бы, противоборствующих сторон, в принципе, замочить друг друга, да, то есть, как бы, перестрелять вообще всех, там, террористам не дать заложить бомбу, террористам заложить бомбу и перестрелять всех вот этих добреньких, хорошеньких. Как вы себе представляете Олимпийские игры, ну, как бы, самый кровавый спорт? Пусть даже кровь виртуальная, да, но это ведь убийство, в чистом виде. На самом деле, тут существует мнение, я немножко углублюсь в этот вопрос. Произошла перестановка, так скажем, сил в кибернетическом спорте. Часть народа осталась приверженцами старых добрых шутеров, которые они играли раньше. Ведь Counter-Strike это очень новый мод, он был выпущен под игру Half-Life, которая не новая, но мод сам по себе он новый, хотя уже определенное время прошло с его выпуска. Ситуация такая, что часть осталась приверженцами Quake и Unreal, а часть углубилась в Counter-Strike. Тут даже очень четкое разделение по регионам идет. Например, Европа осталась приверженцами Quake, а Америка идет к новому, идет непосредственно к Counter-Strike. Ситуация тут такова. Например, мое мнение личное, это личное мнение, я считаю, что Counter-Strike должен немного видоизмениться для того, чтобы стать игрой, несущей, так скажем, позитив в общество. То есть тем спортом, который реально можно показать, так скажем, с точки зрения даже какого-то педагогического момента. Ведь Олимпийские игры, они несут с собой воспитание, предположим, а воспитание в том, что террорист застрелил Counter-Terrorиста, пускай даже виртуально. Я считаю, что в этом есть свои нюансы, с которыми нужно будет в будущем бороться. Я думаю, что придут к каким-то соглашениям создатели мода, представители Олимпийских игр. По той причине, что, например, мне кажется немного неприемлемым ситуацией, что ребенок, который играет в игру, представляет себя как террориста и стреляет в заложников, которых нужно спасти другим людям, и убивает полицейских. Но немножко это не то. Хотя, я думаю, если видоизменить, это прекрасная игра Counter-Strike, и у нее есть большое будущее. Немного идеологии, может быть, поменять, да? Да, немного поменять идеологию. Вопросы. Дорогие Дима и Денис, все спортсмены рассказывают, как они еще в 4 года впервые пришли в спортзал на каток, на лыжню и т.д. «Расскажите и вы, будьте любезны о себе, где учились, чем занимались, и если киберспорт станет олимпийским видом спорта, это будет спорт любителей или профессионалов? То есть, будут люди на этом зарабатывать деньги или нет?» Пишет нам Виктория из Кирова. Ну, я начну тогда. Мой путь в киберспорт был достаточно тернистым. Я юрист по образованию, закончил МГУ, работал в одном из крупных московских банков. Потом работал, я это в общем могу окрестить как шоу-бизнес. Я работал в гостиничном бизнесе. Там достигал определенных результатов. В какой-то момент, я думаю, это произошло 5 лет назад, где-то, мне сейчас 29 уже, то есть, 5 лет назад я начал свой путь, так скажем, к киберспорту. К тому, кем я сейчас являюсь. Началось все это с одной из первых сетевых игр, которую я познал. До этого интернет для меня был загадочным и чем-то тем, к чему я не прикасался до какого-то периода. Ну, с какой первой сетевой игры? Первая сетевая игра, как это не банально звучит на фоне того, что сейчас мы обсуждаем 3D-шутеры, которые будут киберспортивными, олимпийскими, так скажем, видами спорта. Это была игра Близзарда, Диабло. Это первая игра, это РПГ. Основная задача игрока в этой игре найти, так скажем, себе амуницию и воспитать характеристику героя. Это первая игра, которая дала именно сетевым людям возможность общаться внутри и создавать некую комьюнити, из которой вырастали уже другие. Это на самом деле была одна из первых. Тогда после уже чуть-чуть появился Quake 2, и Quake 1 уже тогда существовал. Но ты считаешь, будущее за какой все-таки игрой? За Quake, Unreal, Counter-Strike? Doom, по-моему, был один из первых, да? Первый, да, первый был Вольф. Я помню, Вольф, вот, кирпичные стены, я сам ходил, бомбил, там, выросл гранат. Это было интересно, но это было давным-давно. Ну, на самом деле, должен быть, безусловно, жесткий паритет, и то, с чего я начал, должно присутствовать, и то, к чему пришел. Потому что игры, воспитывающие как StarCraft исключительно логическое мышление, быстроту мысли на развитии, StarCraft это фактически шахматы. И такие игры, где человек должен показать свою ловкость, сноровку и реакцию. Вот, тут... Вы едины во мнениях? Ну, как бы, не для себя расскажите, как он пришел. Как бы, действительно, будет паритет, ни одна игра не будет доминировать во всем мире. То есть, не будет такой монополии в одной игре. Но, говоря о самом себе, мы с Денисом Ровесникем, тоже 29 лет, и, соответственно, в нашу страну компьютеры пришли не так давно. То есть, все это произошло тоже где-то 4-5 лет назад, когда появился компьютер, когда появились игры, соответственно, Doom, Quake, Quake 2, Quake 3, Unreal, Unreal Tournament. Вот то, во что я играл. Ну, вот здесь вопрос как раз. Сколько надо тренироваться в день, чтобы достичь вашего уровня? Спрашивает Андрей. Это не наш уровень. Это не наш уровень. Наш уровень уже не тот. Ну, в смысле не тот. Для того, чтобы достичь уровня профессионального спортсмена, скажем так. Ну, а профессиональный спортсмен? Вот подготовить профессионального спортсмена. Вообще, ну, как бы, олимпийских чемпионов готовят с измельства, да? Ну, тут лучше Денис расскажет, потому что он тим-менеджер команды. И непосредственно над этим вопросом и работает. Понимаете, тут ситуация сложная достаточно. Киберспорт, как и любой другой вид спорта, он подразумевает собой еще очень много морального. То есть, внутри подготовка команды это все достаточно сложно. Во-первых, это психологический фактор. По той причине, что киберспортсмены, которые реально что-то достигли, это уже маленькие звездочки, как в любом виде спорта. Они, пускай они еще не взрослые, пускай им не по 30 лет, то есть, они не дошли до такого периода, когда уже можно чувствовать себя корифеем, так скажем, всего этого. Так, стоп, подожди. Что мы смотрим сейчас? Это чемпионат в Корее, который проводился? Да. Да, это... Вы бывали на нем, нет? Нет, у нас будет первый интернациональный выезд, он будет в Голландию. Мы не ездили на этот чемпионат. То есть, корейцы уже давным-давно играют. У них промышленности... Они уже провели первые кибернетические игры, кибернетические олимпийские игры, они уже провели в том году, это были первые игры. Ага, и хорошо. То есть, там золотая медаль, пьедестал, гимн... Аксессуарика присутствует уже года три. Голололимпийская игра. Года три. И полные, да, там, кубки, то, к чему надо стремиться морально. Есть также и материальные блага, которые... Какие, например? Призовые фонды чемпионатов с каждым годом растут. Тогда, когда мы начинали играть, за благо было получить первое место на неофициальном чемпионате и получить мышку Митсуми за первое место. А сейчас такие игроки, как Джонатан Венделл, известные в Квейке как Фаталити, располагают суммами порядка 200 тысяч долларов, выигранными чисто призовых. А за выигрышем крупного интернационального чемпионата идут предложения от спонсоров. Так же, как в баскетболе, там присутствуют свои фирмы, выпускающие свою кибернетическую амуницию, которая двигается в массу таким путем. И мнение игроков профессиональных, оно очень важно тем, кто смотрит на них, хочет достичь их результата. Ну, какая кибернетическая амуниция может быть? Так скажем, периферийное оборудование – это клавиатура и мышки. То есть, специальные какие-то, да? Да, специальные. Разработаны специально для игроков. Razer – это как пример. Razer – это производитель. То есть, шар для боулинга персональный, да? Да, да. А ты можешь на заказ себе заказать клаву, да? Ну, это не то, что на заказ. Они делают… Есть просто специальные, скажем так, мышки, которые отличаются от общепринятых во всех офисах, школах, домашних. Которые используются… Они действительно созданы для того, чтобы играть в 3D-шутеры, например, в Quake тот же самый. И ведущие игроки, у которых есть контракты с производителем, вот скажем, этих мышек, они получают деньги как профессиональные спортсмены за то, что рекламируют продукцию. Нет, ну, понятно. Понятно. Коль уж есть у нас киберпространство, да? Коль уж есть у нас интернет, аксессуары. Вот так должен выглядеть настоящий боец, да? Скажем так, какого-нибудь Quake, да? Ну, это так. Ну, да-да-да. Вполне возможно. Должна развиваться, естественно, промышленность, реклама, интернет и все что угодно. Ну, и, безусловно, будущее за этим есть. Но говорить о пользе, как бы, ну, уже странно, да? Потому что переучить вот сейчас новое поколение, да? То есть, как бы, детей не оторвать от компьютера. Важно, что это в себе несет. Очень хорошая мысль была по поводу Counter-Strike у тебя о том, что действительно нужно сменить идеологию. Да-да. Как-то вот неприлично убивать людей. С другой стороны, приятие убивать монстров, да? И графика там совершенно другая. И графика, и подтекст. Да, именно подтекст. Вот идеология, как и сам подтекст игры, Counter-Strike, например, нужно как можно... Ведь детская психика, она достаточно ранима на восприятие. То есть, нужно как можно меньше. Хотя, с другой стороны, и шик этого мода заключается в том, что там все приближено к реальности. Но реальность такого характера, который она раскрывается в моде Counter-Strike, она немножко неприемлема в связи хотя бы с тем, что происходит сейчас в мире. Но это немного неприятно, так скажем. Возможно, некоторым людям будет играть в то, что происходит у них за окнами. Ну, некий Валар из Рублевки пишет нам, давайте по справедливости, докажите мне, что Unreal и Quake не сдохнет никогда. Может быть, это как раз к нашему разговору о том, что вполне вероятно Unreal и Quake будут жить, да? В то время как Counter-Strike вынужден будет измениться, и это очень хорошо говорил перед эфиром о том, что на них запросто могут подать и суд. Ну, есть такие возможности, и то, к чему мне, как человеку, который занимается киберспортом, очень бы не хотелось, чтобы ни одна из дисциплин этого спорта каким-то образом себя дискредитировала. Я просто... Это личные домыслы в отношении того, что может произойти. А ведь на самом деле мы живем в таком мире, в котором может многое произойти. Не хотелось бы, чтобы были эксцессы подобного характера. Лично мне. Нет. Вот можно разделить ответ на вопрос, который задали, на две части. Вот я отвечу по Quake, Дима ответит по Unreal. То есть вы специализируетесь? Да. Дима спец по Unreal, ты спец по Quake. Да, фактически можно назвать так. Хотя как бы мы играем и в то и в другое, но вот начинали по-разному. Quake это... Я бы назвал, наверное, это основной дисциплиной, с которой все началось. Вот я бы очень хотел вернуться в прошлое для того, чтобы первый чемпионат... Вот я тоже говорил, кстати, когда мы разговаривали. Первый чемпионат крупный киберспортивный был организован фирмой, выпускающей Quake, серию, сетку игр, ID Software. Реальный игрок смог выиграть Ferrari автомобиль. Это до сих пор та легенда, которую каждый где-то в глубине своей души греет. То есть это то, чему можно прийти. Это вот тот самый Quake, да, мы сейчас видим на мониторе? Это Quake 2. Это уже... Это дисциплина, которая появилась за Quake 1. Первый Quake, он был... Он чуть-чуть отличался от Дума, имел очень продуманный сетевой интерфейс. Ну, то есть это то, с чего все началось. Многие до сих пор играют в первый Quake. А это... То есть вот этими стрелялками, да? Вот бегая по этим коридорам за этими монстрами. Человек взял и выиграл себе реальный автомобиль Ferrari? Реальный автомобиль Ferrari. Причем до сих пор слухи об этом, я говорю, греют души игроков Quake. Это была первая игра Quake как фактор, где к игрокам, которые играют по сети, было оказано должное уважение, должный респект. Они получили реальный приз. И Quake community, оно очень... Имеет очень длительную историю, вся вот тусовка. И я думаю, что хотя бы за счет того, что появился все профессионализм, появился, несмотря на все на это, мы постоянно видимся, те, кто еще пять лет начинал, постоянно общаемся. И эти связи, они будут переходить, я считаю, в поколение. В поколение игроков, которые, зная нас, уже начинают свой путь заново сейчас, с новых игр. Тебе вопрос сразу, как спецу по Quake. Пишет нам Stone. Stone. Не знаю откуда, не подписался. Я технай, потому сразу рублю и призываю к точным ответам. Где какие новые патчи по Quake, три арене, ну и по Анрилу. Соответственно, скачать. В смысле, хочется скачать, видимо. И еще, где простым смердом поиграть? Назовите лучшие, на ваш взгляд, клубы Москвы, где можно порезаться и дать жару молодняку с карликами. Чего реального по краку, по краку Team C58 сделала? Вот это я не понял. По кваку. По кваке. Написано кваку, да. Это имеется в виду Quake, скорее всего. Ну, скажем так, немного рекламы. Скачать все это можно у нас. Почему немного рекламы? Да, да, да. Есть портал. Есть портал, где можно. Заходи, смотри, качай. У вас все это свободно. Да, у нас все это имеется. Не берем. Бесплатно. Бесплатно, да. Так, интересный вопрос. В клубах Москвы, опять же, можно чуть-чуть... Я помимо деятельности над проектом Cyberfight.ru и C58 являюсь директором московского клуба компьютерного инстанции, вот, который можно найти по адресу www.interestation.ru, там есть точный адрес. И C58, клуб Инстейшн реально является базой тренировочной. C58 команда на данный момент, там можно реально появиться. Клуб, не без гордости могу сказать, является меккой хороших игроков. Мне это говорили лично, я передаю слова других людей. Я не хочу... Ну, что значит клуб? У вас подвал, в котором стоит 20 компьютеров, собирается народ, пьет кофе, все по-другому. Это не подвал. Это... Есть такой развлекательный комплекс Депо 2000. Вот, на четвертом этаже его, в общей связке с остальными услугами комплекса, находится интернет-клуб. Он не в подвале. Там прекрасно... Там есть вентиляция. В общем, в целях, вот этой сауны, дискотеки, и вы там наверху. Боулинга и бильярда? Да. Сауна, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Я не знаю, какие-то... Вот, присутствует 30 компьютеров, на которых последние игры присутствуют, и игроки могут их принести с собой, безусловно. Вот сейчас, кстати, можно увидеть на экране сайт клуба «Инстанция». Вот, там можно получить информацию, как добраться, и вообще, где это, и как, и с чем едят. Ну, и фактически, вот, пожалуйста, я думаю, что реально хорошие игроки присутствуют в этом клубе. И можно туда приехать, поиграть. Ага, еще, кстати, Стоун, как и тот раз, тот самый, который задал нам вопрос, пишет нам, что он крут не в меру, а сам не меж. Так вот, приходи, Стоун, и посмотрим. А, кстати, где вы набираете игроков для Team C58, для своей команды? Вот, тут хотелось бы тоже чуть-чуть вернуться в прошлое. Была первая команда, мой непосредственно первый опыт, команда «НТ». Команда «НТ» – это была команда клуба «Инстанция» «Инстейшн». «НТ» – первые буквы взятые. Ну, не первые, там своеобразная была мысль, когда это все создавалось. Вот, команда «НТ», в которую сходил костяк, так скажем, каркас команды C58. Это был первый опыт, и, кстати, первый чемпионат московский, который был проведен в клубе «Матрица», выиграли не те, кто представлял тогда «Формозу», так скажем, «Фозет». Тогда еще не «Фозет», тогда не «Формозу». Лучшие игроки на тот момент считались не «Формоза». Приехала команда «НТ» и выиграла первый командный чемпионат по «Квейк-3». До сих пор этот кубок стоит в клубе «Инстанция» и является определенным предметом гордости. То есть вы их замочили? Мы их замочили, да. В простом виде... Как сейчас нас любят выражаться. Да. Вопрос, опять же, по игре, насколько важны координаторы для кланов на чемпионатах и просто клан ворох. Но, насколько я знаю, координаторы вообще исключаются, да, на чемпионате, нет? Нет, было принято реальное решение... Подожди, 5 мая будет проводиться чемпионат, я сегодня считал буквально. И одним из условий чемпионата никаких координаторов, то есть... Это не... Стало быть, этот чемпионат не несет с собой той нагрузки, которую может нести реальный серьезный чемпионат. Помимо... История координатора, я не совсем понимаю. В чем она? Направлять игроков. То есть есть... Заниматься подсчетом. Есть такой полководец, да, в команде или что? Это не полководец. Это человек, который в сложные минуты игры направляет команду в нужные точки, чтобы дезориентированный игрок... То есть в дуэли, когда играет один человек, он прекрасно знает, что он собой представляет, как бы что ему делать. В командной игре все зависит от команды, от командного духа. И очень важно, чтобы человек, когда не идет игра у команды в какой-то из моментов игры, пошел туда, куда нужно. И знал, когда нужный девайс, базука, там, рокет-лаунчер, рейлган или любой из этих, так скажем, кибернетических... Понял, понял, понял. Это вот тот самый прибамбас, да? Когда респавнится, да, появится. И координатор ему говорит, когда... Это тот мальчик, который сидит в фильме Никита, значит, с наушником и микрофоном у компьютера, да? И каждому там говорит, куда пойти Никите, куда пойти там этому агенту. То есть человек, который, в принципе, направляет, да? Похоже очень. Вот что-то в этом духе, да? Ясно. Он также с микрофоном или, в принципе, он тут наушку уже... Он буржуев только с микрофоном. У нас еще... Пока еще не докатились, да? Ну, дай бог. Дай бог. Выиграть вам чемпионат, продать Феррари, потом выходит, кудись себе наушники с микрофонами. Хорошо. Хорошо. Киберспорт. Ладно, готов согласиться, да? Киберчемпионат, даже. Киберолимпийские игры. Но, с другой стороны, у него же должно быть какое-то развитие. В принципе, вот есть, хорошо, версия Quake 3, да? Вот почему ты предпочитаешь Unreal, например? Ну, я играл во все эти игры. На самом деле, вот та же самая игра Unreal, она вышла... Это был такой технологический прорыв в плане графики и интеллекта игры. И игра немножко опередила свое время. Компьютеры в то время, в 98-м году, когда она появилась, была слишком слабая. Компьютеры были очень слабые. И в коммерческом плане игра, скажем так, в сравнении с Quake, может быть, была не такой популярной, но у нее есть тоже свои приверженцы. Их называют адепты, скажем так, любители этой игры. Как ни странно, у них возраст повыше. Это замечено не только в России, но и во всем мире. Скажем так, если в Quake играют в основном ребята 14-20 лет, то среди тех, кто играет в Unreal, я лично встречал мужчин пожилых. Даже до такого доходило. А где-то у них полтинник свой, значит, да? Нет, есть... Таких очках, значит. Нет, есть люди просто, которым за 30-40 лет, которые серьезно занимаются этим вопросом. То есть они играют, они развивают комьюнити, они общаются с людьми. То есть для них это серьезная часть жизни на самом деле. Но с другой стороны, у меня есть пара знакомых, кому за полтинник, я встречаю их на дискотеках. И они там еще скачут, как... То есть эта игра, она отхватила, скажем так, свой сегмент любителей. Графика другая. Графика другая. Вообще, в принципе, подход к игре другой. Но это тоже шутер. Просто эти игры все сделаны на основе различных легенд, скажем так. На основе какой легенды делается игра. На основе какого виртуального мира. Одному нравится Quake, другому Unreal. В этом ничего страшного нет. Нет, это может быть даже и хорошо. Каждый нашло что-то свое. Вот такая легенда. В забытом богом, под зорким присмотром сатаны, уголке галактики, тысячи парсеков от Земли, во мраке вакуумной бездны пространства, неистово пылала звезда класса белой гиганты. Дальше как в духе звездных войн. Собралась бригада мочить чужих. В принципе-то идея одна. Прийти, увидеть, застрелить. В итоге, финал. Я никогда не доходил до конца. Сразу признаюсь, я тот самый человек, который, в общем, раз, может быть, в месяц берусь поиграть в Quake. Меня убивают на первом же этапе. Ну, я еще пару раз рыпнусь, значит, и потом идут люди куда-то заниматься другим делом. Что в конце-то? В итоге, вот, я один, да, там, сингл, да, как называется, один боец, в общем. В поле я вот сунулся на монстров. И в итоге я прошел там все вот эти уровни, да, какие полагаются. Конец-то в чем? Мне приз дадут. Добро побеждает. Добро. Вот эти шутеры, они подразумевают то, что пока ты не достигнешь определенного уровня мастерства, добро не победит. Но тебе нужно, не засыпая, следить за этим, что ты должен развивать свой уровень игры. И должен прийти, убить главного монстра, и тогда там, как в Quake, твои сотоварищи по армии, Мариносы, как бы, звездные придут, и планета строго станет снова цветущим браем. Ну, а как это выглядит виртуально? Выглядит красивый ролик в заключении игры идет. Каждая фирма всегда подогревает подарком игроков, когда они проходят определенные сложные участки игры в синглплеере. Они проходят какой-то сложный участок, делают глубокий вдох и видят прекрасное видео. Это всегда было, это есть в любой игре. То есть, игра без видеоряда, который синглплеер в основном, это игра без будущего. То есть, там должен быть всегда видеоряд. И в Unreal, и в Quake он прекрасный видеоряд. То есть, там такой клип какой-то появляется. Да, да, да. И очень... Торжественная музыка. Чуть ли не вручение виртуального кубка, как в Unreal. Это же турнамент. И да, мундиру, да, как это? В Unreal турнамент, там буквально такой зал славы, где тебе вручается кубок, игрок встает на пьедестал, он победитель. После того, как человек проходит сингл, он начинает думать о том, ну хорошо, с компьютером я поиграл. Хотелось бы поиграть с живыми людьми, потому что они умнее. Начинается, да? Ну это по-разному начинается, на самом деле. Ну практически тогда, наверное. Некоторые вообще в сингл не играют. Есть такие прецеденты. Например, тот же самый Trash, который выиграл автомобиль, OID, Софтвер, Феррари. Он, например, ни в одну игру не играл в сингл. Он сразу играл, садился, играл с живыми противниками. Да, он только играл в мультиплеер. Так, а может быть, с живым противником и попроще как-то играть, нет? Нет. Тут можно его угадать, нет? Совершенно. Хорошо, в Питере был чемпионат на днях, да? Да. Выиграли москвичи. С-58. Это С-58. Да. А там я видел аббревиатуру BAT. А, это чемпионат по Counter-Strike. В одно и то же время два чемпионата. Да, ага. А, то есть вы как спецы по Quake выиграли? У нас нет, к сожалению, пока еще команды по Counter-Strike. То есть у нас есть игроки, специализирующиеся на Quake 3, Unreal Tournament и StarCraft. Как бы три отделения в команде. Не ясный мне совершенно с технической точки зрения вопрос. Отвечайте сами. Как вы думаете, почему CPL изменимые иго их чемпионатов, видимо, изменили иго их чемпионатов на Counter-Strike? Почему этот переход повлиял на увеличение количества чемпионов CS, видимо, Counter-Strike? Я думаю, что вопрос скорее в том, как бы, ведь у каждой организации, CPL на данный момент является коммерческой киберспортивной организацией, присутствует какая-то категория спонсоров. Ситуация заключается в том, что спонсоры CPL нашли, как, видимо, маркетологи этих фирм, нашли большую применяемость в Counter-Strike. Потому что это модно, это последний мод, и, в общем-то, для них, как видно, это явилось прогрессом. Был огромный обзор на крупном кибернетическом сайте, который зарубежный, XS Reality, где очень много мнений было высказано за и против. Counter-Strike берет массовостью, но он до сих пор, фактически, он очень молодой и нет той, так скажем, души внутренней. В общем, это как модернный классик, да? Да, CPL перешло на то, что более модно, потому что это коммерческая организация на данный момент, не олимпийская. Они делают красивые, хорошие, нужные чемпионаты, но как коммерческая организация. А есть еще просто спорт, просто интерес, ну, то, что, наверное, ближе к олимпийским играм. В лице тех же самых корейцев они как раз сейчас и получают конкурентов, потому что, скажем, CPL в декабре будет проводить свой чемпионат мира по Counter-Strike, а в то же самое время, практически, по времени, в Корее, в Сеуле будут проходить вот эти киберолимпийские игры. Кстати, их реклама сейчас. Да. Ясно. Жаль, ребята, что нам приходится заканчивать, конечно, все наши дебаты. Хорошо, что есть кибернетические игры, могу я сказать. Тех, кто еще не знает об этом, хотя, я думаю, таких сейчас в сети здесь просто нет, пожалуйста, на заходите на портал, как вы у нас называетесь, Киберфайт.ру. Да. Вот вам непосредственно его создатели, владельцы, хозяева, идеологи, те люди, которые вам расскажут, как бы, все, что касается кибернетических игр, может быть, даже более того, и скачать еще можно у вас. Да, скачать. Можно скачать бесплатно, поиграть. Удачи в чемпионатах. Победы в Голландии вам. Ради Бога. Представляйте Россию достойно. Настоящие бойцы кибербространства у нас только что были в студии Денис и Дима. Я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся. Да. Жаль, что не все вопросы мы смогли обсудить, жаль, что у нас уже заканчивается время. Но, опять же, повторюсь, я вот всегда это повторяю, хорошо компьютерное пространство. Да, вот мы сейчас в виртуальном пространстве, вроде и телевидение, и вся жизнь здесь происходит. Но не забывайте о том, что уже май. И не забывайте выходить на улицу, не забывайте читать книги, потому что компьютер хорошо, а своя голова лучше все-таки. Это была программа «Времечка в интернете». Мы заканчиваем. Я пойду устрою кибернетический бой с кем-нибудь из чемпионов. Значит, прямо сейчас. Вам доброй дороги на портал... На портал... Вот, опять же, память, понимаете. Киберфайт.ру. И не забывайте в 15 часов по Москве заходить к нам на АТВ.ру, где и выходит наша программа в прямом эфире. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok